Добрый вечер. Здравствуйте, товарищи. Сегодня Михаил Сергеевич Горбачёв встретился в Кремле с генеральным секретарём ЦК Рабочей партии Эфиопии, президентом Народной Демократической Республики Эфиопии Менгисту Хали Мариамом. Тепло приветствуя руководителя дружественной Эфиопии, Михаил Сергеевич Горбачёв сказал, что в Советском Союзе придают большое значение отношениям с этой страной, ценит регулярные контакты с руководством Эфиопии, с товарищем Менгисту. Нам близок выбор эфиопского народа. Мы солидарны с его усилиями по преодолению трудностей, возникших на нынешнем переломном этапе развития страны. Состоялся товарищеский в духе доброжелательности и взаимного уважения обмен мнениями по широкому кругу вопросов, связанных с внутренним развитием двух стран, ситуацией в Африке и в мире в целом. Михаил Сергеевич Горбачёв рассказал о планах по реализации решения 19-й Всесоюзной партийной конференции, о подготовке к предстоящему пленуму ЦК КПСС, который призван трансформировать в конкретные практические меры политические установки конференции. Эфиопский руководитель рассказал о положении в стране, усилиях рабочей партии Эфиопии и правительства, направленных на борьбу с последствиями тяжелейшей засухи на осуществление задач социально-экономического развития и государственного строительства. Менгисту Хали Марьям информировал о трудностях, которые встали на этом пути, о напряжённом положении, сложившемся на севере Эфиопии в результате активизации в провинции Эритрея, сил, которые под сепаратистскими и националистическими лозунгами ведут вооружённую борьбу против центрального правительства. Михаил Сергеевич Горбачёв подтвердил твёрдую принципиальную позицию Советского Союза в поддержку единства и территориальной целостности Эфиопии. Пожелал успеха эфиопскому руководству в поисках справедливого решения эритрейской проблемы в рамках многонационального эфиопского государства. Михаил Сергеевич Горбачёв приветствовал достигнутые договорённости о нормализации отношений между Эфиопией и Сомали, высказался в пользу их закрепления и дальнейшего развития на благо народов двух стран. В Советском Союзе, отметил он, готовы всемерно содействовать продвижению и эфиопско-суданского диалога для налаживания отношений доверия и взаимопонимания между этими соседними странами. Мы твёрдо убеждены, что стабилизацию обстановки на африканском роге можно обеспечить, положив в основу отношений между странами региона принципы взаимного уважения суверенитета и территориальной целостности, невмешательства во внутренние дела друг друга. Обмен мнениями по другим проблемам мировой политики продемонстрировал общность взглядов руководителей двух стран. Было выражено обоюдное удовлетворение развитием советско-эфиопских отношений на основе договора о дружбе и сотрудничестве. Михаил Сергеевич Горбачёв и Менгисту Хали Мариам высказались за совместные поиски новых, более эффективных форм сотрудничества по различным направлениям с учётом долговременных планов развития СССР и Эфиопии. Менгисту Хали Мариам выразил глубокую признательность Советскому Союзу за бескорыстную помощь в спасении голодающего населения в ряде районов Эфиопии, пострадавших от засухи, за вклад в развитие экономики страны. Оба руководителя с удовлетворением констатировали высокий уровень советско-эфиопского политического сотрудничества и взаимодействия, подчеркнули заинтересованность в их дальнейшем развитии в интересах двух стран. Во встрече принял участие товарищ Добрымин. Полностью отчёт о встрече будет опубликован в печати. К сегодняшнему дню воронежские земледельцы засыпали в государственные закрома миллион тонн зерна. Воронежский колхоз имени Карла Маркса. Далеко крест видно с этой точки, а что ты не ощущаешь привычного для этого времени транспортного напряжения? Оказывается, машины переключены в основном на ночную вывозку хлеба. В самую жару водитель отдыхает, зато ночью работает вовсю. И нынче достигнут рекорды для области суточный показатель вывозки зерна – 100 тысяч тонн. Маневр техники осуществляется не только с вывозкой, с уборкой тоже. В каждом хозяйстве есть резервные поля для прямого комбинирования. Пшеница вся идет сильная. Мы сдали уже около 5 тысяч. Это с надбавкой 50%. Кроме того, рассчитываем превысить уровень 11-й пятилетки. Это значит, еще получим 150-процентную надбавку. Где-то около 37 рублей за центр обойдется нам. А норма 10 рублей? Да, так цена прямая 10 рублей. На протяжении последних 5 лет арендный подряд. Люди очень заинтересованы, ответственно относятся к делу. И поэтому это сказывается на результатах. Результат – конечный продукт. Какой за эти годы? В прошлом году, например, 40,2 центра. В среднем, так что последние годы у нас 35 зерновых. В этом году около 40, надеемся, получить. И еще одна цифра. На сегодня Воронежская область почти вдвое перевыполнила план продажи государству ценных и сильных пород пшеницы. За что получат в качестве дополнительной оплаты около 60 миллионов рублей. Заготовка кормов идет в этом году значительно лучше, чем в прошлом. Да вот незадача. Если одни хозяйства уже близки к завершению плана и обязательств, то другие плетутся в посте и тянут назад остальных. На 19-й партийной конференции Ярославская область была названа среди тех, кто в последние годы продолжал терять свои позиции в сельском хозяйстве. Кого-то, да и многих, скажем, пробрало, критика подействовала. Некоторые ранее остававшие хозяйства на зеленой жатве резко двинулись вперед. Да ведь не все, к сожалению. Хотя за добрыми примерами ходить далеко не надо. Было бы желание. Совхозом имени Дзержинского около года руководит один из известных братьев Стародубцевых, Дмитрий Александрович. По сложившимся в жизни нелегким обстоятельствам, сменил он прописку с Тульской на Ярославскую. Ну, тут опыт, конечно, знания, ничего не скажешь. И, наверное, прирожденный талант земледельца. По всем сводкам, сейчас совхоз в области один из первых. Как вам удается, несмотря на такие ливневые, грозовые дожди, все-таки не замедлять темпы заготовки кормов? Я помню высказывания крестьян, которые говорили, что сено сохнет на виллах. Мы этого метода придерживаемся, значит, несмотря на дожди. Сено находится в постоянном движении. То есть работают грабли ГВК-6, ворошилки, всех модификаций. И это нам удается после дождей быстро сено подсушивать, схердовать, прессовать, закручивать в рулоны и подвозить непосредственно к местам хранения, а также вести заготовку и в поле. Так что, несмотря ни на что, и качество гарантировано? Качество в этом году сено хорошее. В Глазове, самом северном городе Удмуртии, осваивается новый жилой район. В Левобережье, так называется крупный жилой массив, рассчитанный на 80 тысяч человек, новоселья идут чередой. Дома, как видите, избавляются от унылой стандартности. У каждого жилого корпуса есть что-то свое, неповторимое. Таким же оригинальным будет и этот торгово-бытовой комплекс. Или вот школа, которая скоро примет более тысячи ребят. Тут и теплица своя, гараж, мастерские, теннисные корты, хоккейные, волейбольные площадки. А рядышком настоящие, а не приспособлены, как это еще нередко бывает, дворовый детский клуб. По способу и индивидуальное строительство на сегодня, надо признать, неразвиты у нас. И мы сейчас усиленно занимаемся этими направлениями. Надо сказать, что наши усилия по недальнему строительству начали воплощаться в жизнь. И первые 50 коттеджей мы уже заложили. Пока в других городах Удмуртии думают, догадают, на окраине Глазова коттеджи усадебного типа уже начали поднимать труженики самых разных местных предприятий. В горосполкоме застройщик может выбрать проект по своему вкусу. Скажем, вот такого коттеджа. Помогут человеку и с банковской судой, и со строительными материалами. Словом, чтобы обеспечить каждую семью отдельной квартирой или домом, глазовчанам предстоит построить примерно половину такого же города. 400 специалистов самого разного профиля объединяет кооператив «Сервис», созданный в ТУЛ. Всем хорош был фонтан цветом музыки, сооруженный заезжими умельцами Центральной партии культуры и отдыха ТУЛ. Обошелся он в городской казне в четверть миллиона рублей и имел единственное недостаток – неработок. Оживить фонтан брались мощные предприятия города, но опять-таки за солидную сумму. Выручили город члены кооперативы «Сервис». За весьма умеренную плату они наладили фонтан и пригласили горожан на общественные приемы. Один из мастеров – Александр Снежков. Свободный от основной работы на одном из заводов время, он ремонтирует телевизор. Туликам да и жителям районов области хорошо известен номер телефона диспетчерской кооператива. Позвоните, и вам ответит Евгения Ивановна Румянцева. Она пенсионерка, многочисленные домашние заботы не мешают ей координировать работу десятков мастеров в Туле и за ее пределами. Заказы выполняются с гарантией. Когда организовался кооператив «Сервис» в сентябре прошлого года, мы установили цены на ремонт цветных телевизоров сложных 12 рублей. В государственной системе такой сложный цеховый ремонт стоит 14 рублей с копейками. Через два месяца к нам пришла ревизия. Это неправильно, когда кооперативы за свои услуги берут меньше, чем государственные предприятия. И если вы не прибавите стоимость, мы вас просто закроем или запретим делать эту работу. И сейчас сколько же приходится платить за качество? Мы опять приняли решение вернуться к прежнему. И мы будем понижать цены. И нам все равно это будет выгодно, ведь мы не содержим бюрократический штат в своей конторе. Наша бюрократия на пять человек. Ну, такая бюрократия вреда не принесет. Ведь кооператив «Сервис» ремонтирует автомобили, квартиры, находит жилье для приезжих, собирается открыть гостиницы в старинных тульских домах, выращивать саженцы и даже племенных лошадей. Словом, кооператив на все руки. Сегодня товарищ Бакланов посетил научный центр электронной промышленности в Зеленограде, где сосредоточены крупнейшие в отрасли научно-исследовательские институты и конструкторские бюро, опытные и серийные заводы. Товарищ Бакланов обратил особое внимание у руководителей на необходимость в кратчайшие сроки завершить разработки и приступить к выпуску интегральных схем микропроцессоров, запоминающих и других устройств на высшем мировом техническом уровне. В этот же день с участием секретаря ЦК ХПСС состоялось заседание Межведомственного координационного совета, на котором были обсуждены задачи министерства и ведомств по ускорению развития электронной промышленности. Вместе с товарищем Баклановым были заместитель председателя Совета министров СССР товарищ Белоусов, другие товарищи. Сегодня наши специальные корреспонденты передали из Еревана. Эти кинокадры мы сняли в Розданском районе. Район этот особый. Помимо коренных жителей здесь проживают также выходцы из Нагорного Карабаха, азербайджанцы. Но жизнь и в городе Роздане, и в селах течет относительно спокойно. Пора горячая, и люди думают больше об урожае, о перестройке экономики. Конечно, за этим спокойствием скрыто внутреннее напряжение. Поэтому дел у аппарата райкома в эти дни особенно много. Первого секретаря Гайка Саркисовича Катанджана мы нашли в Анкованском колхозе. На помощь колхозникам, вот вы это видите, пришли курсанты, временно расквартированные в районе. Сегодня мы с вами никак не можем обойти решение Президиума Верховного Совета СССР. Как в массе в своей населении района восприняло, ну, наверное, будет наивным полагать и говорить о том, что это единодушие там какое-то восприятие. Так я понимаю. Мне кажется, в целом, наши трудящиеся понимают, что реальность политическая, имеющиеся реальные правополитические возможности в действующем тексте Конституции СССР, дают возможность рассматривать и решать подобные вопросы именно подобным образом. Но вместе с тем мы пытаемся через коммунистов во встречах в цехах по месту жительства давать разъяснение по поводу имеющегося заключенного в принятом постановлении политического резерва на дальнейшее осмысление и продвижение данной проблемы. Во-первых, мы пытаемся это связать с записями в резолюциях 19-й партийной конференции и по перестройке правополитической системы и резолюции вокруг межнациональных отношений, о том, что необходимо привести в более полное соответствие Конституции СССР с ценностями перестройки. Ну и вопрос о гарантиях. Если вы помните, и трудящиеся обращают большое внимание на это, Михаил Сергеевич... И главным образом. Да, и главным образом обращают на то, что наш генеральный секретарь, Михаил Сергеевич Горбачев, обращал внимание на важность гарантий по неукоснительному использованию всех возможностей для полноценного разрешения экономических, социальных, духовных и политических, правополитических проблем, связанных с комплексом Нагорно-Карабахских проблем. Что создается комиссия Верховного Совета СССР, которая будет на месте контролировать складывание и соблюдение этих гарантий. И трудящиеся в связи с этим предлагают не на одном собрании, я бывал, они предлагают под крышей этой организованной вновь комиссии Верховного Совета СССР иметь достаточно полноценное представительство всех трех сторон. И Азербайджанская СССР, и Армянская СССР, и Нагорно-Карабахской автономной области. С тем, чтобы, как говорилось на обсуждении этого вопроса, диалог между нашими республиками, между нашими партийными организациями, начатый вновь избранными первыми секторами, товарищами Арутюняном и Визировым, продвигался бы конструктивно. Сообщение из Степанакерта. Второй день после двухмесячной забастовки работают все промышленные предприятия, транспорт, торговля и бытовое обслуживание. Возобновилось строительство из 6 тысяч рабочих 17 крупнейших предприятий Степанакерта. Вчера вышли на работу более 4 700 человек. Сегодня эта цифра еще выше. В первую смену на работу вышло более 85% членов трудовых коллективов. Из 138 железнодорожных вагонов, скопившихся на товарной станции, сегодня к полудню было выгружено 37%. Полагаю, что в течение двух-трех дней трудовой ритм в городе будет полностью восстановлен, сказал в беседе с корреспондентом ТАСС, первый секретарь Нагорно-Карабахского обкома Компартии Азербайджана, товарищ Погасян. Конечно, в ближайшее время мы не сможем погасить все долги, вызванные забастовкой, но постараемся существенно сократить разрыв. Говоря о роли партийной организации области в прекращении забастовочного движения, он отметил, что основной заботой партийного актива в последние дни было донести до сознания широких масс, что решения Президиума Верховного Совета СССР во многом отвечают насущным требованиям жителей области и являются залогом того, что дальнейшее развитие НКО пойдет по новому пути. Мы много выступали на собраниях трудящихся, просто на улицах, и я считаю, что со своей задачей справились, сказал первый секретарь обкома партии. Большую помощь в этом нам оказала прибывшая в Степанакерт лекционно-пропагандистская группа. Отвечая на вопрос о перспективах региона, товарищ Погосян указал на то, что долгое время развития области шло однобокое. Область была искусственно изолирована от Армянской ССР. Сейчас появились возможности для широкого общения жителей Нагорного Карабаха и Армянской ССР. Один из таких примеров – создание в Степанакерте журнально-газетного издательства, которое будет выпускать издание на армянском языке. Город возвращается к нормальной трудовой жизни. Вышел на линию городской транспорт, работают магазины, парикмахерские, люди покупают газеты. Первый объект города, где побывала наша съемочная группа – грузовая автоколонна. Наша работа зависит от работы и других предприятий. Они должны работать, чтобы мы выполняли бы их заказы в грузовых перевозках. Коллектив у нас такой, что за все время этих событий не было случая, чтобы кто-нибудь из наших ребят, будь то армянин, будь то азербайджанец, вошли бы в какие-то конфликты. Во всяком случае, у нас на предприятии за все это время ничего подобного не было. Вот товарищ азербайджанец, можете спросить у него, обижал ли кто-либо его. Да, кстати, спросите, пожалуйста, вас никто не обижал? Нет, здесь никто не обижает. Нормальные отношения. Степанакерт остро нуждается в жилье. Городу не хватает гостиниц, объектов, соцкульт-быта. Два дня назад эта стройка бездействовала. Вы прораб стройки или участка? Ну, здесь и стройка, и участок. И стройка, и участок. Это будет гостиница? Гостиница. Большая, я смотрю, сколько мест? 309 мест. Долго люди не работали? Ну, долго, около полугода. Да. Вот теперь скажите, в общем-то, вы пытаетесь наверстать упущенное? Это не только от нас зависит, это зависит от снабжения. А основном, мы столько, хотя и работали, не полный мощь, потому что нам не обеспечили полностью нуждающиеся материалами. Председатель местного комитета профсоюза, управления. Ну, скажите, пожалуйста, все-таки, вы сейчас смотрите, все люди вышли на работу? Да, вот мы были на двух объектах прямо с утра, стопроцентная яхтка. Сто процентная. Ну, видимо, перед этим приходилось в работу все-таки проводить профсоюз. Да, да. Разъяснять? Разъяснять, что как-то, можно сказать. Домой ходили, наверное, к людям? И домой ходили, и собирали здесь у нас управление, или разъяснительную работу. Еще одна встреча. Она произошла на крупнейшем предприятии города, электротехническом заводе. Как вы думаете, сможет ваше предприятие все-таки компенсировать нанесенный... До конца года нет. До конца года нет? Нет. А так мы будем работать отлично. Это наш народ такой, что он... Вот наш коллектив, который вот я знаю с первых дней, они с честью, то, что есть хоть какая-нибудь маленькая возможность, они отработают, сделают свое, чтобы люди получали зарплату. Чтобы мы не были осоромлены перед нашими поставщиками. И хотя не все еще приступили к работе, и после такого перерыва трудно сразу войти в нормальный трудовой ритм, главное, люди сделали единственно правильный в этой ситуации выбор. Честно и дисциплинированно работать. Это нужно нашей перестройке. Она у нас общая. Сегодня в Кремле Андрей Андреевич Громыко принял посла Великобритании в Советском Союзе Брайана Картледжа по его просьбе. Посол завершает пребывание в Советском Союзе и собирается уезжать на родину окончательно. С обеих сторон было отмечено, что за последние годы англо-советские отношения стали богаче. Никогда за весь послевоенный период, подчеркнул товарищ Громыко, они не находились на таком уровне, как сейчас. Однако и этот уровень можно и нужно поднимать. Будучи реалистами, сказал далее товарищ Громыко, мы не закрываем глаза на существующие разногласия. И в первую очередь по вопросу ядерного оружия. Вместе с тем, и практически опыт наших отношений это подтверждает, советско-британское сотрудничество в области сокращения вооружений и разоружения не только возможно, но и абсолютно необходимо. Беседа прошла в дружественной и откровенной обстановке. Сегодня в Кремле Николай Иван Черышков встретился с мингисту Хайле Мариамом. В ходе товарищеской беседы состоялся обмен информацией о внутриполитическом и экономическом положении СССР и Народно-демократической республики Эфиопии, о планах развития и задачах, стоящих перед каждой из стран на современном этапе. Касаясь итогов работы 19-й Всесоюзной партийной конференции, Николай Иван Черышков подробно рассказал о развернувшейся в Советском Союзе перестройке, которая стала живым делом коммунистов, миллионов советских людей. Менгисту Хайле Мариам информировал об усилиях рабочей партии Эфиопии, правительства страны по решению задач национально-демократической революции в Эфиопии, преодолению тяжелых последствий засухи, подъема и развития экономики страны. Он выразил глубокую признательность Советскому Союзу за братскую помощь, которая наказывает не только в борьбе с последствиями засухи, но и в решении продовольственной проблемы, в развитии сельского хозяйства, промышленности, энергетики, подготовке кадров молодой республики. Произошел обстоятельный обмен мнениями о состоянии и дальнейшем развитии двустороннего сотрудничества. Беседа была теплой и дружественной, проходила в атмосфере откровенности и взаимопонимания. Сегодня товарищ Шеварднадзе встретился с членом Политбюро ЦК Рабочей партии Эфиопии, министром иностранных дел Народно-демократической республики Эфиопии Берхану Вае, находящимся в Москве в связи с рабочим визитом в СССР Менгисту Хайле Мариама. В ходе состоявшейся беседы министры сопоставили оценки ситуации в мире и его отдельных регионах, обменялись мнениями о путях дальнейшего укрепления взаимодействия двух стран на международной арене. При обсуждении положения на африканском роге Берхану Вае информировал об усилиях, которые предпринимаются правительством Эфиопии для нормализации отношений с Сомали и Суданом. «Советский Союз, — заявил товарищ Шеварднадзе, — готов и далее оказывать все возможное содействие утверждению и в этом регионе Африканского континента обстановки мира и добрососедства». Были рассмотрены и другие вопросы, представляющие обоюдный интерес. Сегодня товарищ Шеварднадзе принял посла ФРГ в Советском Союзе Майер Ландрута по его просьбе. В беседе были затронуты вопросы предстоящего рабочего визита Геншера в Советский Союз, а также положение дел на Венской встрече государств-участников совещаний по безопасности и сотрудничеству в Европе. По приглашению ЦК КПСС сегодня в Советский Союз прибыл на отдых генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Чехословакии Милуш Якиш. В Москве продолжает работу научно-практическая конференция Министерства иностранных дел СССР. Необходимость продолжения перестройки внешней политики. Таким был сегодня лейтмотив большинства выступлений. В повестке дня сейчас вопрос о том, что решение важнейших внешнеполитических проблем, таких как использование военной силы за рубежом, оборонное строительство, военные бюджеты, должно быть полностью подотчетно всенародным выборным органам. Контроль этот, контроль за решением вопросов, имеющих для каждого из нас жизненно важное значение, должен быть неформальным. В прошлом в нашей внешней политике бывали и просчеты, и ошибки. По многому это объясняется тем, что не всегда учитывалось многообразие мнений, не всегда проявлялся истинно научный подход при определении основных принципов и практических дел внешней политики. Не всегда вовлекался широкие слои населения. Народная дипломатия буксовала, не действовала. Нам на телевидение приходят письма телезрителей. Там говорится, что мы, может быть, сейчас хуже освещаем проблемы внешней политики. Но это не только от нас зависит, и от тех, кто формирует политику. Я имею в виду, что не было раньше разных взглядов на одну и ту же проблему, борьбы какой-то мнений. Что-нибудь может измениться в этой области? Здесь должны произойти перемены. Да, вот мы все чувствуем, что пока еще наше телевидение, наше радио, наше пресса, еще вопросами внешней политики занимаются не столь активно, не столь вовлеченно, как вопросами внутренних наших дел. В центре внимания участников дискуссии, конечно, и проблемы теории. Вопросы, впрочем, не отвлеченные, а те, которые непосредственно воздействуют на конкретную внешнюю политику, на представление о нашей стране за рубежом. У нас долго бытовала точка зрения на мирное сосуществование, как на своеобразную форму классовой борьбы. Думается, что это было определенным искажением ленинской идеи мирного сожительства государства. Я думаю, что такая трактовка позволяла буржуазным политикам искаженно трактовать сам характер советской внешней политики, приписывать Советскому Союзу несуществующие цели, например, цели экспансионизма, насильственного волюнтаристского распространения революционного учения, экспорта революции. Обсуждение новых подходов, новых идей на конференции еще не закончено. Форум продолжает свою работу. Завтра будут подведены итоги дискуссии в секциях. В работе конференции принимает участие товарищ Шеварднацзе. Задачи партийной организации в свете решений 7-го пленума ЦК ПОРП и курса партии на реформы в общественно-политической сфере и в экономике обсуждены на собрании партийной организации штаба 1-й механизированной дивизии имени Костюшко. В своем выступлении Гойцах Ярузельский отметил большое значение недавно состоявшегося официального дружественного визита в Польшу Михаила Сергеевича Горбачева для дальнейшего развития процесса обновления общественно-политической жизни в стране. Сегодня национальный праздник Республики Кубе День национального восстания. В нашей программе принимает участие чрезвычайный и полномочный посол Республики Куба в СССР Хулио Камачо. Уважаемые советские товарищи! В этом году отмечается 35-е годовщина штурма казармы Монкаде под предводительством выдающего сокубинского борца Фиделя Кастро. День, когда произошло это историческое событие, дал название движению 26 июля, которое объединило борцов нашей страны в героической борьбе, приведшей к свержению тирании Фульхенсио Батисты 1 января 1959 года. Штурмом казармы Монкаде кубинской молодежи отметило столетие со дня рождения национального героя Кубы Хосе Марти. В речи, которую Фидель Кастро произнес на судебном процессе перед трибуналом, осудившим и заточившим его в тюрьму, он сказал, что Марти был идейным вдохновителем штурма казармы Монкаде, ведь его участники в своем сердце несли свободолюбивые и патриотические чувства, которые завещал кубинцам Марти. Необходимо напомнить, что во времена полуколониальной псевдореспублики и после того, как 10 марта 1952 года произошел государственный военный переворот, Монкаде стало символом, определяющим направление борьбы, борьбы, в которой на протяжении более 50 лет многие поколения кубинцев следовали примеру тех, кто шел в ее авангарде, кто посвятил свою жизнь революционному делу народа, кто был верен идеалам борьбы за независимость, чтобы кубинский народ всецело обрел чувство собственного достоинства. Сегодня, с завоеванием права на построение нового общества, все те идеалы, принесенные жертвой, слились в самое передовое революционное мышление. И на свободной кубинской земле процветает новое социалистическое общество. За годы революции достигнули значительные достижения в области здравоохранения, образования, строительства объектов социального назначения, школ, больниц, жилых зданий, дорог, заводов и так далее. К ним относятся также право на труд и социальное обеспечение престарелых и инвалидов, что свидетельствует о позитивных изменениях, происшедших в нашем обществе. Товарищи, внешняя политика Кубы основана на отношениях братства и уважения со всеми странами, и особенно с Великим Советским Союзом. Куба поддерживает усилия СССР, направленные на уничтожение ядерного оружия и укрепление мира во всем мире. Разрешите передать советскому народу, его партии и правительству братский привет от кубинского народа и пожелать больших успехов в решении крупных задач в деле обновления общества. Спасибо за внимание. Перед вами выступал чрезвычайный полномочный посол Республики Куба в СССР Хулио Камачо. Сегодня на военно-воздушную базу «Трейвис», расположенную недалеко от Сан-Франциско, прибыла очередная группа советских инспекторов для проведения выполнения положения договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. На завершившейся в Брюсселе двухдневной сессии Совета министров ЕС на уровне министров иностранных дел принято решение поручить исполнительному органу общего рынка, комиссии европейских сообществ, проведение переговоров с Советским Союзом о достижении широкомасштабного экономического соглашения. Министры также пришли к выводу о том, что ЕС, как организация, будет вести Советским Союзом консультации по внешнеполитическим вопросам. Сегодня президент Афганистана Наджибулла принял группу представителей вооруженных отрядов оппозиции. Воспользовавшись разрешением президента на посещение своих семей в дни мусульманского праздника Ид-Аль-Адха, 342 противника правительства прибыли в Кабул из окрестных уездов. Выступая на встрече, Наджибулла выразил надежду, что оппозиция прислушается к голосу разума и откажется от продолжения бессмысленной междоусобной войны афганцев. Министр иностранных дел Афганистана Абдул Вакиль направил письмо к генеральному секретарю ООН, в котором обращается внимание на новую волну жестоких акций экстремистов, связанных с базирующимися в Пешаваре антиправительственными афганскими группировками, которые привели к ужасным трагедиям в результате серии обстрелов ракетами густонаселенных районов Кабула и других городов. В письме содержится просьба к генеральному секретарю ООН оказать добрые услуги для того, чтобы положить конец нарушениям положения Женевских соглашений, чтобы в будущем не повторялись подобные преступления против афганского народа. Белый дом и Госдепартамент США отмежевались от утверждений президента Пакистана Зияульхака о том, что Советский Союз якобы приостановил вывод войск из Афганистана и даже дополнительно перебросил в Кабул еще 10 тысяч солдат. На очередном брифинге в Белом доме помощник президента по связям с прессой Марлен Фитцотер сказал, как мы понимаем, вывод советских войск продолжается. У нас нет никаких указаний и на то, что произошел обратный ввод советских войск. На брифинге в Государственном департаменте США его официальный представитель Чарльз Редмен также отметил, у нас нет свидетельств того, что Советский Союз вернул войска в Афганистан. Сегодня генеральный секретарь ООН Перес де Куэльер встречается с прибывшим в Нью-Йорк Министром иностранных дел Ирана Али Акбаром Бел-Айти Этой встречей начинается очередной раунд консультаций в рамках усилий ООН по притворению в жизнь резолюции 598 Совета Безопасности направленной на урегулирование Ирано-Иракского конфликта. Начало переговоров омрачается сообщениями о продолжающемся применении в войне химического оружия. Состоялись консультации Совета Безопасности ООН, в ходе которых была выражена серьезная озабоченность в связи с использованием этого варварского оружия. Южнокорейская полиция разогнала в Сеуле демонстрацию студенту, требовавших расследовать факты коррупции, которая процветала в годы правления бывшего диктатора Чондухвана. Манифестанты обвиняли нынешнего президента Южной Кореи РОДЭУ в стремлении взять своего предшественника под защиту. Полиция произвела многочисленные аресты. Израильские оккупанты провели беспрецедентные по масштабам и жестокости репрессии против арабского населения в Восточном Иерусалиме, Набласе, в других городах. Принято решение, в соответствии с которым войскам разрешено конфисковать жилища палестинцев, изгоняя их обитателей, с целью превращения домов в наблюдательные пункты. В Богоре, небольшом городке под Джакарты, проходит неформальная встреча по политическому урегулированию кампучийской проблемы. Богорский дворец. В прошлом летняя резиденция голландского генерал-губернатора. В нем утром встречаются делегации народной кампучии и трех оппозиционных группировок, входящих в так называемое коалиционное правительство демократической кампучии, а на вечерних заседаниях к ним присоединяются делегации Вьетнама, Лаоса и стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Впервые за 9 лет конфликта представители четырех кампучийских сторон сели за стол переговоров в поисках путей политического решения проблемы. Заседания проходят при закрытых дверях. Ограничен, к сожалению, и доступ к участникам встречи журналистов. Однако, как стало известно, уже в первый день председатель Совета Министров и министр иностранных дел Народной Республики Кампучии Хун Сен выдвинул программу политического решения конфликта из семи пунктов. Среди них вывод к началу 90-го года всех вьетнамских добровольцев, создание Совета по национальному примирению в Кампучии во главе с принцем Народомом Сиануком, подготовка всеобщих парламентских выборов, проведение международной конференции по Кампучии. С чем приехали в Багор другие участники встречи, пока неизвестно, но обстановка на ней, судя по всему, складывается деловая. Полезными и конструктивными назвал начавшиеся дискуссии на пресс-конференции по итогам первого дня встречи министр иностранных дел Индонезии Али Алатас. А вьетнамский министр иностранных дел Мгуэн Ко Тхать подчеркнул, что он настроен оптимистично. Мы надеемся, что встреча в Багоре ускорит процесс политического регулирования кампучийской проблемы, и народ этой страны сможет, наконец, обрести мир и спокойствие. Индонезия стремится содействовать национальному примирению в Кампучии, ведь такое примирение послужило бы не только интересом кампучийского народа, но и делу нормализации обстановки в регионе стало бы весовым вкладом в обеспечении всеобщего мира. Мощный взрыв разрушил здание завода по производству пластмасс в пригороде Чикаго-Бридж. Четверо рабочих раненых, вспыхнувшие на территории предприятия пожар, продолжался несколько часов. Так как при сгорании пластмасс и химических материалов воздух выделяли седовитые вещества, власти эвакуировали из района происшествия местных жителей. Испанская полиция арестовала в городе Пальма трех граждан Великобритании, которым предъявлено обвинение в принадлежности к крупной преступной банде, занимающейся международной контрабандой наркотиков. Арестованные подозреваются в организации широкомасштабных подпольных поставок марихуана из Таиланда и Пакистана в Европу, Австралию и Соединенные Штаты. Они разыскивались также американской полицией. Примерно в это же время, недалеко от Барселоны, был обнаружен подпольный склад Гашиша, оборудованный в специально вырытом на глубине 100 метров туннеле. В нем хранились предназначенные для отправки потребителям 15 тонн этого наркотика. Мода на любой вкус, возраст и на все случаи жизни. Такова, пожалуй, характерная черта начавшегося в Париже показа моделей женской готовой одежды осенне-зимнего сезона. Сотни новых моделей показали такие признанные законодатели моды, как Карден, Ричи, Диор, Бальмен, Лакруа. Модели Пьера Кардена, как всегда, привлекли к себе пристальное внимание парижан. Его нынешняя коллекция характеризуется прежде всего отсутствием какой-то одной тенденции. Разнообразие силуэтов, цветов, стилей. Наиболее модные цвета – черный и жемчужно-серый, также черно-белая клетка. В Магнитогорске открылась выставка «Информатика в жизни США». Эта выставка, вызывающая у жителей Челябинской области большой интерес, проводится в рамках соглашения о культурном отмене, подписанного в Женеве в ноябре 1985 года Михаилом Сергеевичем Горбачевым и Рональдом Рейганом. Организаторы выставки, сотрудники информационного агентства Соединенных Штатов, решили рассказать о происходящей в их стране революции в областях связи и информатики. Сложная электронная техника прочно вошла в американский быт. Здесь представлены самые разнообразные компьютерные помощники человека в сферах образования и бизнеса, промышленного и сельскохозяйственного производства, научных исследований и связи, медицины и здравоохранения, культуры и досуга. Выставку обслуживают 24 гида, прекрасно владеющих русским языком. Они дают пояснение стендовым материалам, демонстрируют экспонаты, отвечают на многочисленные вопросы посетителей. И не только о представленной здесь технике, но и вообще о жизни в США. Президиум Верховного Совета СССР постановил восстановить вице-адмирала Кузнецова Николая Герасимовича в прежнем воинском звании адмирала флота Советского Союза. В Грузии проходили всесоюзные дни, посвященные 95-летию Владимира Маяковского. Этот небольшой дворик я знаю уже целых 35 лет. С первой в своей жизни школьной экскурсии, когда поэту исполнилось всего-навсего 60. И как хорошо, что за многие десятки годов так и осталось неразгаданной тайна рождения великого таланта в глубокой провинциальной глуши. Может, что-то нашептывали здесь деревянные стены дома, сработанные из звонкого колхидского каштана. Или отдали ему свой раскатистый голос и меритинские горы. Или вобрал он в силу стремительных потоков хан из Цхали, где посреди головокружительных водоворотов и сегодня встречаются ясноглазые васильки. Ну а может, это просто веление времени? Почему буревестник революции взмыл в небо России? Сотни, тысячи вопросов, на которые невозможно найти однозначных ответов. В древнем грузинском городе Кутаиси большой праздник. Это праздник не только этого города, где родился и рос Владимир Владимирович Маяковский, но и всей Грузии и всего Советского Союза. Потому что это первый случай, когда этот традиционный праздник превратился в всесоюзное чествование. И мы надеемся, что вот этот праздник превратится в еще одно подтверждение нерушимой дружбы, братства наших народов, высокого интернационализма, чему посвятил всю свою жизнь Владимир Владимирович. Спортивную часть нашей программы сегодня ведет Анна Дмитриева. Добрый вечер. Мы уже сообщали вам о том, что советский экипаж в составе Юрия Коновалова и Сергея Кравцова успешно выступает на чемпионате мира по парусному спорту в классе «Катамаран Торнадо» в Таллине. После двух сегодняшних гонок наши их смены по-прежнему впереди. И теперь, чтобы досрочно стать чемпионами мира, им необходимо закончить завтра шестую гонку в числе десяти лучших. Сегодня в Таллинском заливе сильный ветер, которого ждали там так долго, особенно будущие олимпийцы, ведь на олимпийской регате в Пусане, вероятно, не будет безветрия. И приятно, что в этих условиях наши лидеры достойно выдержали испытания. Дыхание приближающейся Олимпиады ощущалось и на международном турнире волейболиста к памяти Анатолия Чинилина в Одессе. Обладательцы всех высших титулов, спортсменки Китая, не проиграв ни одного матча, подтвердили вновь свои реальные претензии на олимпийское золото. Сегодня они выиграли у сборной Перу и завоевали главный приз. Свою готовность к главным стартам проверили и наши волейболистки. Несмотря на поражение сегодня от кубинской команды, в игре сборной явно заметен прогресс. Третье место в столь представительном турнире весьма почетное. Оставшиеся полтора месяца, будем верить, помогут нашей команде достичь лучшей силы. Подобная задача, впрочем, стоит перед всеми нашими будущими олимпийцами, многие из которых проведут акклиматизацию и последние дни подготовки к играм в Приморье, где климатические условия и временной пояс почти полностью совпадают с Олимпийским Сеулом. Только, как говорится, с высоты птичьего полета можно увидеть сегодня Владивосток преобразившись. Красивая гостиница выросла на самом берегу Амурского залива, а вдоль него на 10 километров протянулся своего рода берег здоровья. Пляжи чередуются с яхт-клубами и спортивными площадками. Ожидая олимпийцев, Приморье в короткие сроки сумело изменить свой облик. Посмотрите, преобразился стадион «Динамо», а рядом вырос новый стадион Олимпийской, вмещающий бассейн, залы для физической подготовки. Всего за два года построено и реконструировано 17 олимпийских объектов, которые скоро, очень скоро откроют свои двери и всем жителям Приморья. Свои рекорды побили здесь строители. К примеру, стадион Тихоокеанского флота реконструирован полностью всего лишь за два месяца. Представители 13 олимпийских дисциплин прямо отсюда отправятся в столицу Олимпиады. Владивосток ждет гостей, и первыми приедут сюда яхтсмены. Лишь позавчера мы сообщали об успехе Светланы Успенской, которая в Париже стала чемпионкой мира в плавании в ластах, в марафоне. Сегодня ей не было равных уже на чемпионате страны в Москве, чемпионате по подводному плаванию, на дистанции полторы тысячи метров. Здесь же командой Москвы установлены мировой рекорд в эстафете 4 по 200 метров в ластах. Кому как незнаменитому нашему первому чемпиону мира Михаилу Ботвиннику понятно лучше всех значимость открывшегося сегодня в Москве чемпионата страны по шахматам. Все лучшие, сильнейшие наши гроссмейстеры на этот раз сели за шахматные столики. Такого не было давно. Но каждая партия своего рода события в шахматном мире, а их каждый день будет предостаточно. Гарри Каспаров сегодня черными играл с Артуром Юсуповым. Там ничья. Анатолий Карпов с Андреем Харитоновым встречался. Партия пока продолжается. По-прежнему в строю Василий Васильевич Смыслов. Свой первый чемпионат сыграл он еще до войны. Всегда волнуют своими партиями Михаил Таль. Сегодня ничья нового партии с Рафаэлем Ваганяном. Словом, турнир этот, равный которому, трудно подобрать. Новости культуры из Соединенных Штатов Америки. Одна из американских так называемых рок-групп, название которой переводится как «Черный шабаш», была награждена премией «Золотой диск». Пластинка, удостоенная столь высокой награды, называется «Том 4», что свидетельствует о чрезвычайной плодовитости ансамбля. При этом для музыки этого американского коллектива характерно так называемое «тяжелое звучание». Ансамбль «Черный шабаш» проповедует насилие и религиозное мракобесие, а его солист Оззи Осборн является собой классический пример нарушения психического здоровья и распада личности у человека долгое время вращавшегося в сфере американского шоу-бизнеса. К числу наиболее нашумевших выходок так называемого «пепца» следует отнести поедание на сцене дохлой летучей мыши, а также высказывание в стиле «Я люблю пить и быть постоянно пьяным» или «Я не такой сумасшедший, как все думают, я намного хуже». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова